Здравствуйте, дорогие мои! Наконец я решил добраться до тестов зарядных устройств, в точности адаптеров, и сейчас мы будем проверять, насколько они хороши. Использоваться будут оригинальная зарядка Asus, ну, с переходником, значит, оригинальная зарядка Lenovo V1. У этой зарядки есть функция быстрой зарядки, собственно говоря, как и в телефоне, поэтому мы сможем проверить еще, насколько много будет кушать от Rokka. А значит, это у нас Nielken, Rok с функцией быстрой зарядки, Ugreen с двумя выходами, и опять же, Rok уже простая зарядка. Помогать нам в этом деле будут Asus Zenfone Max, который потребляет единицу, и Lenovo Vype P1, который может потреблять в том числе и быструю зарядку, то есть повышенный вольтаж. Для того, чтобы понять, что у нас происходит, мы будем использовать вот такой вот тестер. Единственное, функции его будут не полностью показаны, да, то есть мы будем в данный момент замерять только вольтажность и амперность. Чисто технически можно его обнулять вот этой кнопкой, ставить на ночь, и тогда вы сможете, ну, там, не на ночь, просто ставить на зарядку, да, и тогда в этом случае вы сможете понять, как долго заряжается ваше устройство, будет время, которое было потрачено на зарядку, и будет точно так же указано количество миллиампер часов, которые влезли в ваше устройство. Ну, то есть вполне полезная штука этот тестер. В принципе, можно было бы попроверять провода, но что-то как-то вот не до этого, на самом деле, скажу честно, поэтому будем использовать оригинальные провода от телефонов. Начнем! Итак, первым на тесте у нас будет оригинальный адаптер от Asus Zenfone Max, да, он китаец, поэтому мы используем переходник. Мы используем переходник, адаптер из себя представляет следующее, он заявлен как 5,2 вольта 1 ампера, да, это то, что он должен выдавать. Давайте посмотрим, так ли это. Обнулим все это дело. А, значит, что мы можем увидеть на нашем тестере? На нашем тестере показывается, какой вольтаж, сколько ампер, сколько времени заряжалось устройство, и сколько миллиампер часов влезло. Ну, достаточно удобная штукенция. А в данный момент у нас полностью севший Asus Zenfone Max. Сейчас он раскачается, и начнется зарядка. Все, зарядка раскачалась. Мы видим то, что 5,26 вольт, а 0,92 ампера он выдает. Очень близко, да, к тому, что должен телефон потреблять. То есть, сейчас Asus Zenfone Max как раз должен потреблять в районе 1 ампера. Ничего не пляшет, все статично. Ну, там немножко вольтаж, опять же, не критично. Это у нас сотая, плюс-минус туда-сюда бегает. По-моему, вполне хороший показатель. Давайте теперь сюда подключим Lenovo VipeShot. И вот тут, видите, начинается какая-то непонятная свистопляска. 5,2 вольта он отдает, но амперность пляшет прям по самой не балуися. В принципе, это особенность самого телефона. При всем при этом, если вы будете, о, видите, да, 1,12, 1,11, вольтаж упал, а зато амперность поднялась. Получается, телефон разогнал все это дело, аккумулятор выровнялся, и примерно 1,1 он стал кушать. Вот таким образом максимально плотно можно забить, кстати, аккумулятор Lenovo Vipe P1. Тогда в него влезет 5000. Помимо всего прочего, посмотрим, как будет заряжать такую вещь, как батарейку. Да, то есть он должен, хочет, а 5 вольт от 1 до 2 ампер, 10 ватт, выдает 0,6. Вот он выдавать должен 0,6, а вместо этого он принимает 0,6. Ну, видите, достаточно стабильно держит 0,6. Не понимаю, почему может быть просто вот input-output, ну, хотя нет, перевод вроде как правильный. Давайте попробуем. Аккумулятор вот, экшн-камера, да, лишним не будет. Давайте посмотрим, как будет выдавать ему. Он у нас 5 вольт принимает, выдает 4,2, 600 миллиампер. Не совсем я его понимаю. Так, ну, здесь батарейка заряжена, поэтому мы его испытывать не будем. Видите, он вообще по нулям держит. Переходим к адаптеру от Lenovo. Адаптер от Lenovo большой, толстый, и он может выдавать несколько вариантов. 5,2 вольт 2 амперы, или 7 вольт 2 амперы, или 9 вольт 2 амперы, или 12 вольт, опять-таки 2 амперы. При всем при этом, в аккумулятор, телефон, к которому он, собственно говоря, и идет, влезает, ну, существенно, меньше, там, в районе двух с небольшим тысяч. Давайте посмотрим, что будет с Asus. Asus, напомню, у нас севший, да, поэтому надо немножко подождать, когда он раскачает ему зарядку. Надо было, наверное, подзарядить бы перед видео, но да ладно. Адаптер умный, да, поэтому он ватнул выдачу 5 вольт, и держит 0,9 ампера, да. Держит достаточно стабильно, немножечко подплясывает. Ну, по-моему, это не критично. То есть, он понимает, что у телефона нету функции быстрой зарядки, да, и, собственно, вот таким вот образом заряжает. Так, втыкаем теперь сам Lenovo, у которого уже есть функция быстрой зарядки, и мы видим то, что вольтаж, конечно, близится к девятке, 11,6, и в районе одного ампера он выдает. То есть, видим, это та самая пресловутая быстрая зарядка, 11,6 вольт, и сколько там на нем было написано-то? 12 вольт, 2 ампера, и было написано. Почему-то дает, видите, 1 амперу, ну, 11,6 вольт. И достаточно сильно пляшет. Посмотрим еще раз у нас аккумулятор, как будет выдавать. Инпут, это же входящее, правильно все-таки? Вот почему-то он те же самые 5 вольт и 0,55 ампер он держит. Ни больше, ни меньше. На адаптере Lenovo мы заканчиваем. Нет, на адаптере Lenovo мы заканчиваем, а с адаптером Lenovo мы заканчиваем. И переходим к адаптеру Nielken. Заявлено 5 вольт, 2 ампера. В принципе, можно с помощью этого тестера заодно проверить, насколько у вас хорошие провода для зарядки. Так, ну, смотрите, Nielken у нас дает, там, без 0,02, 5 вольт и 0,9 ампера. В принципе, все остальные зарядки на Asus так и давали. Держит стабильно. Да, держит стабильно, все до безобразия понятно. Давайте Lenovo. Какая-то безумная свистопляска происходит. Вы видите, амперность прям скачет похлеще, чем украинский гражданин на Майдане. Очень сильно пляшет, видите, выплесало 2,1,6. На этом решил остановиться. Вполне возможно, это мозги телефона, там, о чем-то начинают думать, начинают что-то понимать. Пытаются связаться с адаптером. Адаптер говорит, я глупый, я не поддерживаю быструю зарядку. Ну, и приходят они к какому-то компромиссу. Опять же, это мое мнение. Я человек, я могу ошибаться. После дикой свистопляски, 5 вольт, 1,6 приблизительно ампер становится скоростью, с которой все это дело заряжает Lenovo Vibe P1, у которого есть функция быстрой зарядки. Опять же, да, когда Lenovo будет близиться к нулю, да, большой вопрос, насколько быстрее все это дело будет кушаться, потому что там вообще какая-то турбозарядка. Ну и смотрите, опять, да, для зарядки аккумулятора те же самые 5 вольт, 0,55 ампера, ничего никуда не бегает, все то же самое. Да, то есть здесь прям вот стабильно выдает. Видимо, он все-таки принимает именно 0,6-0,55. Адаптер Nielke мы закончили тестировать, и давайте перейдем к адаптеру ROG. Вот такой вот адаптер ROG. Заявлен у него выход 5 вольт, 2 ампера, либо 7 вольт, 1,8 ампера, либо 9 вольт, 1,67 ампера, либо 12 вольт, 1,25 ампера. А судя по упаковке, он поддерживает быструю зарядку 2.0 и МТК. Не знаю, от Quick Charge же, а Qualcomm 2.0 и МТК Pump Express. Что в плюсе? Маленькая, симпатичная, ну, вроде как удобная зарядочка. Мы не будем менять последовательность. Начнем мы все это дело с Asus. Опять же, Asus у нас разогревается, он выключен, он разряжен. Да, мы помним, что какое-то время не он и разогрев уходит. Все, он разогрелся. 5 вольт, 0,9, 0,92. Очень незначительная пляска, очень стабильно и правильно он потребляет. То есть, вот как телефон ест свои 0,9 на 5 вольтах, так он и это и ест на всех адаптерах. Приходим к Lenovo. Здесь у нас опять свистопляска. Вольтаж вверх. Амперность туда, амперность сюда. Сейчас он должен отдуплиться и начать что-то стабильное давать. Ну, судя по всему, вот эти вот 12,4 вольта он считает стабильным. Хотя телефон заряжен на 89%. Ну, по идее, должен уже там переходить на капельную зарядку. Амперность пляшет, пляшет заметно. И, ну, какая-то она все-таки маленькая. Да, там 0,7 это, ну, ни о чем. Вообще, я вот не понимаю функцию быстрой зарядки, да. То есть, он влезает как-то меньше существенно. Да, там красиво показывает, что все зарядилось, а на самом деле это не так. Ну, по мне, лучше что-нибудь стабильное. Ну, вот как вот наша зарядка для аккумуляторов. 5 вольт, 0,55 ампера. Все, на всех, абсолютно на всех адаптерах она показывает ровно абсолютно одинаковые характеристики. Так, уходим мы от Roco. А давайте придем сначала к другому Roco. У этого Roco плюс какой? У него есть кабель. Ну, кабель вроде как вполне приемлемого качества. У меня таких зарядок идет достаточно много. Продавец тоже. Тут еще Жук. Я у него заказал в общей сложности 16. 16 зарядок. Он мне их засунул в одну упаковку. Я ему пишу, говорит, ты что делаешь? Я говорю, меня на таможне не поймут, да? Он говорит, я указал маленькую сумму. Я говорю, ну ты дурак что ли? Хм, блин. Меня это же коммерческой партией признают. Ну, ладно, посмотрим, чем это закончится. Так, давайте. Что у нас выдает? 5 вольт, 1 амперник. Все, да? 5 вольт, 1 амперник. Дешево, сердито, плюс кабель в комплекте. Asus. Asus разогревается. Сейчас пойдет зарядка. Все, пошла в него зарядка. 5 вольт, 0,9 ампера. Она держит стабильно. Это потребление Asus. Чуть-чуть, чуть-чуть подплясывает, но... Все стабильно, все хорошо. Lenovo Vibe. Опять начинается у нас свистопляска. Причем я не понимаю, почему он не вытянет сразу с адаптера максимум. Вот он пляшет. С очень маленького, но в два раза больше, но опять же маленькое. Доплясался до того, что начал хавать больше, чем адаптер может давать. 1,25 ампера, хотя адаптер заявлен как выдающий 1 ампер. Ну, вот все. Да, это стало стабильное для него. Зарядка аккумулятора, все. Да, 5 вольт, 0,55 ампер. Ну, вообще неизменно, сразу быстро, все понятно. Так, закончим мы сроком. И последняя наша зарядка. Ugrim. Ugrim. Не знаю, как правильно сказать. У него плюс какой? У него есть два выхода. Вы одновременно можете заряжать. По идее, вот этот выход дает 1 амперу, вот этот выход дает 2,4 ампера. При всем при этом, да, здесь написано, что 3,4 ампера максимальный выход. Ну, либо одновременно с двух получается в сумме 1,2,4, либо с одной. Ну, давайте посмотрим, с чего мы начнем. Мы начнем, давайте, с одной ампера. Asus, который кушает 1 амперу. Asus разогревается. Asus разогрелся. Наши 0,9 ампера, 4,9 вольт. По вольтажности, конечно, как-то меньше дает. Так, давайте попробуем следующее. Воткнем в 2,4. Сразу, да, чтобы... Посмотреть, что у нас будет 2,4 выдавать. Телефон у нас разогревается. Зарядка. Зарядка у нас разогрелась. Не понимаю я, да, почему выход на 2,4 ампера у нас выдает вот такие показания. Глупость какая-то на самом деле. Давайте вернемся на 1 амперу. И поставим Lenovo. Вайп 1 с функцией быстрой зарядки. Опять все у нас начинает скакать. Какие проблемы отдать свою 1 амперу, я не понимаю, если честно. Все, да, разогнался. 4,82, 1,05. И стабильно все это дело держит. Ну и ладненько. Давайте посмотрим, что нам даст разъем 2,4. Попляшем, поскачем. Поскачем, попляшем. Как-то 2,4, по-моему, ну явно меньше выдает, чем должно. Нет, смотрите. Продолжает скакать. Это долго скачет. И прям вот какие-то поганенькие данные выдает. Это однозначно минус у Грину. Давайте посмотрим, что будет с зарядкой аккумулятора. Давайте посмотрим, что у нас будет с зарядкой аккумулятора. Будет ли так же он давать стабильный 0,55. Да, стабильный 0,55 дает. 2,4. Точно так же стабильный 0,55 дает. Как результат. И как резюме. Вот этот тестер. Я вам описал его возможности. Он стоит там 200 с небольшим рублей. И, ребят, он реально того стоит. То есть вы сможете понять, какие у вас аккумуляторы сдохли. Какие адаптеры у вас неправильно заряжают. Какие лучше, какие хуже. То есть там с помощью одного адаптера влезет больше. С помощью другого влезет меньше. А так же вы сможете узнать, как долго у вас заряжается устройство. Насколько хороший кабель. То есть одним и тем же адаптером и разными кабелями можно увидеть то, что кабель плохой. Поменять его на хороший. Вещь крайне полезная. Берите обязательно. При этом мое мнение, что вот такое вот зарядное устройство ROG с кабелем. Да, это, наверное, будет оптимальный вариант. Потому что оно стоит, ну, понятных денег. Раз, да. То есть размер у него вполне хороший. Два. Ну и кабель в подарок. А нормальные кабеля начинаются от 150 рублей. По-моему, вот это будет самый лучший выбор. Все остальное. Ну, у грим, да. Два выхода. Клево, классно. Но мы видели, как работает выход на 2,4 А. Возможно, для планшета это будет клево, классно, хорошо. Может быть, нет. Вроде тяжелый, симпатичный, хороший. Но что-то как-то не то. Штатные зарядки, да, мы видели. По идее, ROG вот из того, что у меня сейчас есть в наличии, это, в принципе, лучший адаптер. Ребят, от вас. Вопросы, пожелания какие-то, да. То есть, там, может быть, вы считаете то, что я неправильно сделал замеры, да. Что это надо делать иначе. Там, вольтметр, там, притащить какое-нибудь, что-нибудь еще. Вы напишите об этом в комментариях. Да, возможно, я буду снимать новый ролик. Может быть, там что-то буду переделывать, да. И в этом случае учту ваши пожелания, там, непожелания, как это правильно сказать. И сделаю иначе. Ну, а пока. Засим. Все. Всем всего. Ну, и до скорых встреч. Не забудьте подписаться на канал. И поставить лайк. Что они дают. С чем их едят. И... Ах-ах-ах-ах-ах-ах-ах. Да, ебушки ж ты, воробушки. У меня аккумуляторы садятся, блядь. Аккумулятор, сука, опять пиздит, блядь. Говорит, что я сейчас сяду. Ебушки ж ты, блядь, воробушки. Надо бы тебя, наверное, разрядить. Надо тебя будет разрядить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.